Ребята, всем привет, с вами Игнат. Начинаем новый влог. Я сейчас, короче, сижу, доделываю фотографии. Сижу, уже их перебираю, короче, собираюсь отправлять. У нас погода, вот сейчас солнце вышло, а до этого вот так прям всё над морем затянуло, и вот так от моря пошли тучи сюда, и шёл дождь, прям стена была. И погода, короче, вот так меняется, и немножечко посвежее стало. Ну и, короче, что-то я сижу, такая голова чумная. А я же таблетки-то от давления пью. С утра выпил, всё, не забыл, нормально. Думаю, дай-ка достану тонометр. Подарок за 30, мне мама ещё лет в 30 его подарила, когда я таблетки стал пить. Вот. Ну и, в общем, достал тонометр, думаю, дай проверю давление. А он, представляете, не качает. Я давай на видосы на ютубе смотреть. В общем, с этой штучкой... А, сперва думал батарейкам хана. Он уже три года на энерджайзере. Ну, хорошие батарейки я, ну, не так часто-то им пользую. Нет, оказалось, дело не в батарейках. Я врубил вот эту штуку, ну, врубил блок питания. Тоже, зараза, не работает. Она не накачивается, она, ну, короче... Ну, манжетка не накачивается. Думаю, дай пос... Ну, у меня такое ощущение, как будто она дырявая стала. А ему уже не соврать. Ну, 10 лет нету. Ну, что-то около этому тонометру. Я на своих таблетках от давления уже 10 лет. Да, тонометру, ну, не знаю, может ли, 9-8. Ну, и, в общем, давай я на ютубе смотреть видосы. Там люди лазают внутрь. А мне вот что-то не давало такое ощущение, что что-то вот здесь я слышу, как будто... Как будто он что-то пропускает. Ну, и, в общем, это... Я полез на Валбере смотреть новый тонометр. А там и манжетки есть. И я давай надел на себя, ее давай впрутить. Короче, реально, вот здесь вот она подтравливает. Просто... И потом у меня нашелся комментарий под видео, где мужик сидел, делал тонометр, разобрал его. И там ему кто-то написал, ну, вообще-то шланги и манжетки, это расходные материалы, их периодически менять надо. И я вот так вот ее повернул к себе, слушаю, я прямо слышал, откуда воздух фигачит. А еще на Валбере нашел манжетки, смотрю фотографии, оказывается, там даже ее вытащить можно. Вот эту вот штучку, которая надувается. Сейчас попробую ее вытащить, покажу. Вот это у меня такая резиночка от этого, от шарика где-то я взял, и она уже столько лет шнур держит собрана. Так, тонометр пока в сторону. Так, и вот тут, видите, такая дырочка есть. А попалась мне фотография, что через эту дырочку вообще вытаскивают и стирают. И вот у меня ощущение, что с какой-то стороны она подтравливает. У меня такое ощущение, что вот эта... Так, а где она заканчивается? Что где-то вот тут вот она подтравливает. Ну-ка, сейчас я ее вытащу, все. О, как она вытаскивается, оказывается. Вот, аж пожелтело. В углу я явно слышал, что в углу что-то... Не знаю, хоть как. Целая. Ладно, сейчас буду смотреть, короче. Надо манжетку заказывать. Она дешевле, чем сам тонометр. Нашел, ребята, дырку. Так как я и думал, вот она. Короче, вот тут прям видно ее. Вот сейчас она посредине экрана. Ну, учитывая то, что я ее не часто пользуюсь. Ну, от времени, видимо. Шланг сниму. Эту оставлю. На новую манжетку она прям цвет поменяла. Ну, слава богу, что вот эта штучка целая. Шланг. 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 у меня сегодня сгорело лицо я пришел со старого севастопольского шоссе ролик вы посмотрели уже надеюсь я там в конце ролика поставлял красивые фотографии в общем на завтра нежели на я иду на медведи гору с собой у меня уже собранный рюкзак только еду надо будет купить а послезавтра мы идем с олей и еще с геннадием и еще там с одной женщиной на боткинской тропа короче я сегодня пойду завтра иду и послезавтра иду и на боткинской буду короче сейчас снял с этого фотоаппарата объектив надел на этот с этого фотоаппарата снял объектив сейчас приберу все короче делаю так чтобы завтра я приду скорее всего вымотана мне не до этого будет сейчас вечера все готовлю на послезавтра тут в коробке у меня вот этот вот с которым я на старом севастопольском был с которым я сейчас пойду на боткинскую буду девочек и мальчиков красиво фоткать красивенько вот такая камера получается компактная с ним а завтра я поеду с вот этой камерой которая подводная наверно на пляже ребят пофоткаю если захотят под водой кто-то может быть предложу и в каяках пофоткаю у меня есть такая закрывается чтобы шторка закрывалась есть чтобы открытую дышать короче на медведь горе буду хватать на эту камеру и хочу просто в каяках еще их пофоткать вот а когда сам гребешь то там вот такими фотоаппаратами играться опасно потому что одно неверное движение и все он завид мы когда с зеркалками в море на закатных турах да вот светящиеся каяки нас возят вот так вот накрываем если там плывем в герме мешок короче аккуратно как зеница ока а когда сам на каяке ну вот у меня есть выход и у меня так горит кожа я прогулялся все горит горел опять завтра опять сгорел доброе утро лицо человека который проснулся в шесть утра учитывая то у меня в час ночи еле заснул 4 я проснулся 4 я проснулся сходил в туалет и где-то минут 30 я воротился не мог заснуть и это конечно я еще эти дни вот прям где-то дня два или три вообще до познания спал ложился в 3 в 2 что мне надо будет на медведь гору чай для меня было сюрпризом приятно вчера кстати такой думаю что то я так давно не ходил вот этот кусок большой села стопольской тропы я так хочу туда сейчас в принципе я хоть куда хочу надо сватать никитуса уже и куда-нибудь идти неважно куда главное идти собой возьму у меня есть маленькая гу-прошка старая пятая чего-то поснимает а в горах ну что ребят я на остановке кладбище вышел очень было странненько покупать билет до кладбища ну так остановка почему-то называется да круче и тогда здесь выходил мне как-то водитель прям там на повороте остановил я вышел а есть вредные водители ну там ремонт дороги они в принципе не вредные просто нельзя мишка вон он мне туда вперед из песни как говорится а там уже дорогу доделали что-ли что-то не видно что там уже убрали все конусы шел по трассе там даже как-то и прохладно прикиньте ну днем-то жарко все равно сейчас чувак залез в тралик он был в теплой кофте и в джинсах свернул уже это ветерок вроде как потише чем на дороге мощь какой раз уже подхожу так смотришь со стороны думаешь как туда люди поднимаются ну что мы здесь на панамире на диком пляже я уже к морю готов вон наверное наши каяки тянут но нам еще надо занырнуть ой так хорошо наверху ветер обдувал а тут конечно на южном склоне мы шли прям пожаришки слава богу мы пришли раньше каяков себя даже показывать не хочу я весь опять обгорел еще такая притча ладно все надо закупнуться потом фотографировать буду доброе утро ребят мне сейчас нужно поехать в Алупку в сдеке кое-что получить и думал я сейчас снять милютинский парк как там стройка идет потом сам себе такое говорю а какая сегодня стройка сегодня воскресенье там скорее всего никакой стройки нету с другой стороны можно было бы если там никакой стройки нету прям хорошо там полазить но я после медведь горы мне честно говоря даже не особо хочется ехать в Алупку хочется после такого бурного дня ну не бурного а как это правильно назвать продуктивного спортивного дня меня меня с возрастом становится такое что на следующий день меня не кантовать если я был в горах накануне а тут тем более горы еще и по морю вернулись на следующий день надо отлеживаться восстанавливать силы а у нас еще мы вчера должны сегодня мы должны были идти на Боткинскую тропу с подписчиками с Олей с подписчиками но представляете вчера к своему удивлению я там с Олохами разговорились я говорю а я завтра с корабля на бал сразу же ну в принципе я бы пошел хорошо конечно отдохнуть но и пойти я тоже смогу на Боткинской тропа это тем более ну не подняли она во-первых не Медведь гора как Медведь гора вот под таким вот практически наклоном а во-вторых ммм ну и так как как мне сесть чтобы меня видно было и чтобы я спиной был облокочен ну и во-вторых море мне надо было возвращаться вот не я такое говорю как будто это мне это все в удовольствие конечно ну Боткинская тропа легче вот что я хочу сказать вот в принципе я запросто мог бы сегодня пойти но вчера мне Олох сказали говорят а ты куда собираешься типа тропы до сегодня воскресенье они до понедельника закрыты до двадцать шестого если какой двадцать шестого господи до шестнадцатого говорю до двадцать шестого типа тропы закрыты куда ты собираешься я такой закрыт тропы прикольно ну ничего конечно прикольного прикольно это а я собрал ну у нас четвером мы собирались Оля Гена и еще там одна женщина а Гена он отдыхает в Дюльбери кстати ролик оттуда уже наверно был да скорее всего этот влог уже выйдет после ролика отдыхает в Дюльбери и он может только в воскресенье потому что у него среди недели всякие процедуры и даже не то что там утром и вечером даже в обед что-то есть вот поэтому Гена с нами не сможет пойти на Боткинскую тропу ну мы решили что мы пойдем не в понедельник потому что мало ли чего вдруг они это пожарную свою хреномантию перенесут еще на попозже мы на всякий случай на вторник вот и если вдруг они ее не откроют я наверное не знаю может медведь гору предложить просто я не знаю справятся ли девчонки с медведь горой ну в принципе справятся господи это я еще был удивлен что уже похолодало на улице прям хорошо так не 40 градусов и закрытая тропа сейчас наоборот такой турист который на тропы приезжает и закрыто из-за пожарной безопасности вот ну еще я такой думаю типа открывается она с понедельника если там что-то поменяется я так думаю что если погода изменится или еще что-то открывается она вот с этого понедельника и они видимо еще специально прямо до выходных додержали чтоб на выходных ну поменьше народа в заповеднике было ну странно конечно летом еще понятно когда в 40 градусов они закрывали это все а сейчас на улице я не знаю ну пускай там 30 а когда ходить люди люди ж летом и при летом ладно не походили осенью кто-то приехал походить по тропам тоже пожарная безопасность может что-то там было я не в курсе но с другой стороны тоже хвойные же деревья и я еще такое вчера подумал прикольно не знаю едак открыты а едак же это в основном лиственные а хвойные там иголки сухие вот это все распламеняется в разы быстрее ну что логично вот вот ну нелогично то что в сентябре закрыто уже турист такой пошел который тропы любит они закрыты я так зол только в крыму может быть выходной воскресенье уздека писец я перся я хрен знает где валуки я еле нашел этот сдек чтобы сходить в сдек съездить сходить у меня ушло два часа я еще знаете такой туда я приехал и спускаюсь по севастопольскому ну спуску этому олубкинскому где светофор спускаюсь а у них же там есть на улице жарко все равно ну слава богу ветер обдувает у них же там есть этот в олубке строительный рынок там множество строительных магазинов там все можно купить и доски и кабины душевые все что хочешь смотрю ворота прям закрыты я еще такой крым такой крым типа воскресенье все на выходных люди кто то ремонтом занимается по идее бы поехать и строим материалов подкупить на выходном но нет выходной меня это конечно уже ничего не удивляет давно но я еще такой поржал и захожу я еле нашел эту территорию я немножко ниже за кладбище там спустился там столовая открыта так вкусной столовой пахло но что то я не рискнул там поесть потому что не знаю какие то там как промзоны может и зря и короче столовая открыта там какой то магазин с кустами короче как это назвать то маленькие деревья саженцы вы можете купить да все это открыто и сдек в самом углу я его еле нашел иду еще смотрю лампочка горит над дверью я думаю капец неужели сдек закрыты я еще ладно поверю там что местные строительные могут закрыты быть но сдек то это ж не местные строительные магазины нет закрыт воскресенье выходной я говорю от хоть от чего от магазинами с одеждой что воскресенье они выходные от рынков строительных от продуктовых ничего меня это не удивляет там перерывы с двух до трех ко всему привык но сдек удивил это прям следующий уровень после чего меня уже ничего удивлять не будет вон какие красивые горы надеюсь у меня слышно ветер опять на улице сейчас я это дело исправлю я честно говоря иду кое за какой приблудой с помощью которой влоги будут еще качественнее по звуку и так то это дубль 2 а самое интересное представляете я залез на сайт а там даже было написано что они воскресенье выходной но я такого просто даже предположить не мог что пункт выдачи может быть воскресенье выходной вон что над морем сегодня ночью так гремело так молнии светились у меня же теперь такие виды такая красота хоть и потемнело но все равно вот так раскаты молнии и все море освещается так красиво я сейчас еще иду геннадию вы узнаете в дюльбер он в этом году в дюльбере остановился снимать будем ролик и я не стриженный блин не уж пел как красиво картина маслом просто шикарно это такое красивое место прям здесь надо художником сидеть и картины писать вот в принципе то так фокусируйся все пришло не может сфокусироваться ладно я вам потом покажу мне бежать надо дождик закапал какой стал звук теперь влоги будут с таким хорошим качеством звука я еще хочу кое-что подкупить для блога новую экшн камеру правда дороговатое но я думаю я справлюсь хочу снимать 4к и это диджай миг вот этот он к ней вообще подключается по блютусу вот и вообще все будет по красоте все я уже иду от гены ролик этот был уже он был в субботу если вы его не видели ссылка в описании на основной канал переходите и посмотрите ролик огонь я что-то подумал что мне от дельбера все равно придется пешком идти наверх на южнобережную короче я сразу пошел пешком на вверх на южнобережную гремит небо темное таких фото крутых наделали это здание конечно жалко вот слушайте ну зато какая прохлада все дождик пошел такой ну вообще-то короче прикол я бежал под дождем на маршрутку я вам не рассказывал да я же убрал камеру дождь пошел на маршрутку которая идет от воронцовского по низу что вы думаете они остановку вот эту красивую грибочке которая советская перенесли вообще за периметр дворца ждут все здесь автобус там тут до меня доходит я у рабочего что-то время уже подходит к часу автобуса нету я у рабочих спрашиваю рабочий проходил он говорит нет оттуда надо теперь он там говорит я побежал за ним он уже отъехал на улице мокро я за ним бегу короче я до мисхора добежал дошел уже пешком и я понимал что я на него не попадаю тут уже в мисхоре возле санатория мисхор я пересел кстати надо заплатить за маршрутку у девушки интернета не было закрыли видите въезд запрещен ну и короче это я сел возле санатория мисхор одну установку проехал где она меня уже ждал мы договаривались на час потом я сказал что я немножко не успеваю о молния буду попозже минут на 15-20 но в итоге в 20 минут я только у него был весь мокрый мало того что мокрый еще мокрый от того что мне жарко вот короче то пандос блин как гремит тут конечно есть еще вариант на 117 отсюда уехать до верха ну вот действительно на 117 на любом я отсюда и уеду там если чего на 117 117 как раз на южнобережной выезжает из южнобережного то ближе тоже вон трубы новые прокладывают тут уже проложили видимо вон старые трубы достают и новые прокладывают и дождь идет и вроде как холодный ветер мне жарко то что наверх иду я уже все почти дошел до остановки нравится мне вот это место как с картин руинистов я ребята дома сейчас буду показывать я сегодня получается до того как поехать гене забрал микрофон и мне еще надо было зайти на вал берез вот я на обратном пути поднялся как я вам и сказал что я поднялся ну сел на 119 я уже все шарики за ролики на 107 доехал до кольца а не до трассы и пошел в вал берез я забыл думаю господи сам бог велел если я на 115 я вообще доехал если я на 115 и что мне потом перец пешком короче зашел на вал берез забрал еще там мне кое-чего пришло сейчас покажу но самое главное это покупка которая висит на мне я сейчас на нее записываю это вот этот микрофон вот за которым я вчера еще ходил он вот в таком ну у него есть вот такая сумочка тут type-c и type-c кстати такая хорошая но у DJI все хорошее качественное и тут еще ветрозащита хорошая сумочка по желанию в этот микрофон можно вставить еще петличку он пишет в себя сейчас он пишет в себя потому что к этой камере я не могу его подключить не через горячий башмак тут нету горячего башмака не через три с половиной не через тут нету три с половиной есть блютуз как я планирую к другой камере цеплять которую еще не купил но тут есть блютуз но скорее всего это все на новых камерах тут так работать не будет короче микрофон забрал а на Валберис я вообще думал что я пойду ничего не думал но я сегодня точно не собирался на него идти короче вот с Валбериса это у меня здесь то чем я снимал это помните вот эти Холиленды на которые мы с вами в прошлом году собирали мы сейчас снимали один был на мне микрофон другой был на на гене другой был вот и с этими микрофонами я снимаю когда снимаю на осмо или на сонку на большую кстати мы так долго ходили всего всего лишь одна потратилась вот хорошие микрофоны но себя не пишут мне сейчас надо чтобы себя писал ну влоги писать и задумка такая что вот я куда-то иду у меня вообще такие планы есть же горелка есть палатка все есть и сейчас время будет в общем допустим я иду иду снимаю ролик и останавливаемся готовим на может быть даже на костре там где можно будет зимой жечь костры готовим на костре или на горелке и пока заряжается и подзаряжается эти микрофоны и камера я что-то снимаю весь процесс с этим микрофоном и с этой камерой вот он видите висит и пишет в себя вот планы грандиозные если еще я куплю эту камеру короче хочу инста 360 ace pro чтобы ролики все были 4к на канале вот она поначалу была около 50 тысяч сейчас ее уже за 32 можно купить вот и к ней напрямую по блютусу можно подключить этот микрофон и этот микрофон еще напрямую по блютусу можно подключить к телефону я не пробовал к своему но чисто теоретически к любому телефону можно подключить в общем сейчас покажу что еще я тут взял это все это мое все что я снимал сегодня забрал лампу ну я эту лампу купил не из-за лампы мне эта лампа нужна была из-за прищепки ну как оказалось лампа тоже хорошая не знаю может быть я наташу ее подарю когда наташа приедет она прям смотрите как упакована я вообще в шоке мне нужна была вот эта вот прищепка чтоб свою маленькую лампу прищеплять на экран вот сюда на экран камеры она тут мягкая прорезиненная и как оказалось вот так вот как оказалось она еще может быть как-то я так нажал нечаянно что-то она еще во что-то превратилась ну-ка сейчас стрелка короче она наверное еще можно может сама стоять вот сюда накручивается лампа и ну и все и светит лампочка прикольная качественная с Type-C зарядкой здесь у нее есть здесь у нее есть у меня просто еще есть меньше как светит два три а еще и теплый свет нифига себе прикольно какая лампа два три шикарно раз два три прикольно вот ну ладно не суть важна взял я ее из-за прищепки говорю искал она была самая дешевая не знаю почему может быть потому что она заканчивалась потому что как оказалось она в такой прикольной коробке что-то около 300 рублей она стоила вот и еще взял планер себе тетрадь на кольцах у меня сейчас покажу вот он мой питерский планер как это у меня работает это у меня работает так так кстати еще ручку на днях тоже нашел прибрал надо ее тоже сюда засунуть доставал паркеровскую как он как он как он вот у меня текстовы делители все с которыми я работал ручки и вот у меня просто тетрадка на кольцах я в начале года брал ее расчерчивал вот так вот и так записи не буду показывать это видимо я уже под конец года подставлял новые странички на будущее делать и вот все у меня было расписано все у меня было записано вот так вот все делалось вот ну она уже такая старая такая грязная надо выбросить а вот эту вот эту папку под нее я покупал в этой которая от нас ушли то магазины где мебель продают скажите мне я скажу икея такиевскую папочку надо постирать ну короче я себе купил вот такой планер так называется фирма тетрадь которую я взял Каза я просто набрал в Валберисе тетрадь на кольцах кожаная их там было много вариантов так я вот сразу себе купил вот эти вот разделители и вот она тетрадь она она прям видите такое это и тут еще кожаная эмблемка здесь смотрите как тоже нам очень нам очень понравится ваш отзыв так в общем вот она эта тетрадочка слушайте как они все это продумали прикольно и еще даже это такую бумагу и на бумагу наклеили кожу вот она тетрадь теперь она я честно говоря в отзывах видел что писали что тонкая кожа и писали я не ожидал что такая тонкая кожа но что она настолько тонкая я тоже не ожидал она прям вот такая кто-то написал что это даже плюс кому-то клали брелки мне не положили так и вот тут вот под ручку а нет не положили тоже брелок под ручку есть перфорация вот прикольно еще видите брелок от них вот такая вот тетрадочка здесь отделение здесь вот всякие штучки дрючки закорючки складывать самое главное у них дощечка что вот переворачиваешь и пишешь нормально нормальным твердым закладку какую-то по моему видел и я беру вот так вот на три части делю тут пишу число вот тут даже по числу есть место и больше трех дел там каких-то конкретных сзади не бывает поэтому мне так удобнее чем вот эти вот ежедневники и когда уже по мере надобности я допустим там убираю январь новые страницы вставляю и все поперну вы ежедневник ручку свою фирменную положили хаза прикольно брелок ручка написано как ухаживать за тетрадкой ну ладно я уже потом почитаю так хочу то я тут какую-то закладку видел двадцать четвертый год календарь вот пожалуйста до декабря в общем я тоже честно говоря не ожидал что она из такой тонкой кожи ну и что прикольная тетрадь все вот так вот я не думаю не думая не гадая сегодня на вал берез вообще не собирался не собирался потому что мне должны были дойти вот эти вот штучки неизвестно когда она все пришло разуме тетрадь пришла и это пришло мы же с геной фотографировались не только ролик снимали а гена это мой самый постоянный клиент он третий раз уже у меня фотографировался а почему он меня поддерживает потому что он сам фотограф вот он у себя фотограф и приезжает потом домой показывает фотографии детям внукам ну жене соответственно а в прошлом году говорит вообще распечатал мы когда сидели обедали в столовой он говорит я распечатал большие сделал фотографии и помимо штук сорок говорит с прошлой фотосессии распечатал принес говорит вообще на работу и показывал и все говорит смотрели ахали-охали типа ой как классно как круто а кто это говорит тебя фотал дошло что это он не сам фотографировался и он говорит у него еще основная работа есть он говорит это я нанимал фотографа вот и все такие как типа ты догадался это же наверное дорого ну вот короче гена постоянно это уже я говорю третий год мы первый год в мисс ханаторе мисс хор фотографировались в прошлом году мы фотографировались в так помимо того что пофотографироваться он еще на меня в прошлом году пропуск выписал в этом году оказывается можно гостевые делать он говорит все я уже был в курсе сделал этот гостевой там же шведский стол за шведский стол то я для него он за меня свежий шведский стол заплатил представляете договорился со спасателями он там со спасателями сдружился мы вас тоже в ролик поснимаем ну прикольно конечно мы с ним нагулялись на фотографировались наснимали ролик ролик наснимали ну и я так думаю ему тоже прикольно будет потом эти ролики пересматривать тоже же память как он отдыхал я ребята убрался у меня такой расслабон сел сейчас немножко посидел за ноутбуком но расслабляться нельзя я взялся за зарядку отжимаюсь проскочаю я короче протер пыль пропылесосил помыл полы новым доместесом помыл ванну раковина унитаз все короче сделал все везде чистота порядок на неделю я прям свободен от уборок сейчас еще буду готовить картошку ну картошку я вам говорю что я купил даже не забыл сливочное масло хотел отварить картофан со сливочным маслом а блин может быть так реально лучше сделать просто у меня уже поменялись планы я уже думаю что я сейчас лучше пожарил лук с морковкой отварю картошку и обжарю еще ее с луком с морковкой блин и так вкусно и так вкусно как делать я теперь не знаю ладно решу и еще мы завтра идем в поход сегодня у нас мы не пошли перенесли на завтра в общем идем завтра в поход у меня вот после медведь горы рюкзак так до сих пор тут и стоит ждет своего часа я его не убирал чтобы он у меня просох там этот у меня под на спине это вода есть я же хожу вот с этой трубки воду пью ну она вот так вот сбоку я ее доставил и пью воду на меня все время вот так вот смотрят типа а че у тебя там я говорю че у меня там пиво у меня там вода конечно че там еще может быть ну и в общем это и я попал с ним немножко под дождь и думаю пускай он стоит и все равно мы скоро на медведь гору и вот так вот он у меня на виду и будет и все сейчас буду собирать мне надо собрать камеры я их уже зарядил мне надо набрать водички много воды наверное брать не буду потому что там у нас будет водопад я узла где ванна молодости потом у нас будет водопад очень надеюсь что кстати блин надо проверить а трупы вообще открыли потому что мы уже договорились а вдруг они закрыты ну нет уже 15 градусов по ночам не могут быть и не закрыты но все равно сейчас надо проверить и это мы завтра встречаемся на поляне сказок почему мы там собираемся на поляне сказок потому что в торговом центре есть яблоко а утром яблоки всегда свежая выпечка мы зайдем купим свежие выпечки я с собой заварю чайочек и мы поднимемся снимем ролик уже осень уже очень красиво и если еще завтра будет такая же погода как сегодня главное чтобы без дождя чтобы было красивое небо вы вообще кайфанете от этого ролика вот ну такие планы и ну что я закончил я закончил с готовкой я закончил качать пресс сейчас я вам покажу что у меня тут получилось приготовленного ну во первых хочу сказать что я кружки почти отмыл сегодня как раз вышел прошлый влог и мне стали советовать что можно тереть содой посоветовали ребята вот которые тоже недавно приезжали из Волгограда потом кто-то посоветовал лимонкой а я еще знаете какой способ вспомнил я новой губкой оттирал как-то конечно видите оно не до конца терлось а так как это форфор красивый форфор его надо конечно оттереть прям до первоначального вида сейчас я достану вторую кружку и вы поймете какие они были вот она кружечка которая еще новой губкой не терлась но я ей не пользуюсь она там наверху стоит и все сейчас еще у меня есть сода есть лимон лимонки немножко а сода есть попробую ее сода еще обработать в общем сейчас наведу блэск смотрите как со стороны она черная смотрится вот так она не такая черная сделал я как хотел я просто вам еще начал говорить что типа ой я же хочу с маслом со сливочным а с маслом со сливочным то еще же я хотел и с зеленью маслица сливочная с зеленью ну ладно я масло так буду на хлеб мазать а зелень можно и на это все я в общем отварил картошку варил ее в мультиварке порезал зафигачил зафигачил и пока она там варилась мультиварки я обжарил лук морковку и вот в принципе результат тут у меня селедочка это я себе в бесцене уже появились яблоки по 70 рублей по моему ну вот натуральные крымские что заходишь на кухню я забыл про них я убрал стол и думаю ё-моё откуда вспомнил яблоками из стола запахло всё на турель пошли яблоки а тут у меня тут у меня зелень нарезанная я её помыл нарезал чтобы потом уже не долбаться с ней а яблоки я поставил на стол чтобы не забывать про них и чтобы есть их ребята короче так как я весь день хотел я себе положил немножко на ночь нажираться конечно не буду я так хотел селедки с картошкой но уже 10 конечно это тоже нифига не немножко ну ладно так пробуем дегустирую картошку я короче немножко подсолил картошку и немножко подсолил зажарку да это то чего требовал моя душа только у меня такое ощущение что я хотел чтобы картошка сильно не разварилась она по-моему у меня немножко не доварилась ну ладно зато целая все приятного мне аппетита ребята ну чего вот она Оля с приездом Олю короче у нас как это сказать расчет я не посмотрел что мы пошли на Боткинскую тропу да мы пошли на Боткинскую тропу слушай ну это второй раз третьего не виноват короче уже все тропы должны быть открытые но они она закрытая ребят я дома сегодня следующий день завтра ехать в Севастополь завтра я опять буду не подстрижен и в Севастополь я поеду с такой шевелюрой ладно сейчас не об этом в общем мы вчера с Олей что это было я Олю то сдалека показал поехали на Боткинскую тропу и что вы представляете что вы думаете говорю что вы представляете Боткинская тропа до сих пор закрыта из-за пожаробезопасности хотя эти дни были дожди мы конечно охренели я даже не полез проверять накануне потому что думаю ну какая пожаробезопасность во первых лета уже октябрь месяц на носу ну пускай не октябрь но уже половина сентября прошло и какая пожаробезопасность если дожди были вот ну короче не судьба опять у нас Боткинская на следующий раз но у нас запланирован другой поход в другое место у меня большая стирка была видите висит белишка с видом на море напитывается горной ой горной свежестью тут у меня вон какая красота со сливочным маслом я еще засыпал зеленью и перчиком надо перемешать а еще я не знаю что это овощи не овощи я тут в общем мама мне подсказала включи гугл камеру похожи на финики вкусные растут в ботаническом саду сейчас вам покажу какая она внутри в общем сильно похож на финик вот так откусываешь слушайте как она хрустит вот такая она внутри так белая сладкая у меня маленькая косточка а кожурка кожица она такая как будто какая-то маленькая маленькая косточка как будто такая даже немножко сухая я конечно же включил гугл камеру так сейчас я тут маме отправлял так будет быстрее маме и наташа описание сортов у наби зизифуса зизифус какой-то если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое мы знаем что это растет в ботсаду хрустит очень вкусная я кстати даже их не помыл так и жру вот еще поставил оттаивать говядину сейчас она оттает план действия такой хочу сделать плов с говядиной но чтобы она была чтобы говядина была мягкая я ее сейчас обжарю без лука без моркови потом поставлю тушить час в мультиварку она будет у меня тушится потом отдельно обжарю говядину потом еще поставлю на плов и у меня один раз я деле дал долго я тушил tapi может даже на полтора часа я поставлю как-то раз я делал долго и я ее долго обжарив, потом долго тушил она прям как тушеночка, говядина получилась, говяжья тушенка таяла во рту сейчас буду так же делать так, ну все, после зизисуса как она там называется пробуем пельмени со сливочным маслом вообще другое пальто завтра всего в Стополь ехать надо по делам не очень бы я хотел одеваться некуда вот такие пироги